Окей, по распределению, где-то процентов 65 зала знакомы с сейфом, процентов 30 зала используют на практике, остальные 35 не знакомы, не слышали? Слышали. Что-то слышали, но не разбирались, да? Где-то так. Ага, окей, хорошо. Это модно знать. Точно, и мы сейчас поговорим, почему это модно и в каком блоге это написано. Хорошо. Ну, на самом деле, кроме того, что сейф это вики, это такой себе еще конструктор. То есть, вы можете абсолютно спокойно выбрать, вы там более маленькая компания на 50 человек, вот вам essential сейф какого-то такого форматика, или вы огромный enterprise, австралийская почта, у вас 20 тысяч человек, вам нужно взлететь, вот вам в фулл конфигурации. То есть, опять-таки, оно все делится на какие-то определенные уровни, 4, в зависимости от ваших потребностей, вы можете это сконфлигировать, но покупать как универсальный фрейм, который адаптируется под вас. Я не буду детально рассказывать, что это такое, потому что мы делали отдельные вебинары, в которых, если интересно, можно потом в эту тему углубиться. Пойду скорее из того, зачем это нужно. И если вы такие проникнетесь, скейт-джелл преймерком, решите, что да, вы теперь в нашей религии, в нашей секте и так далее, я шучу, конечно же, то хотелось бы дать определенные шаги, каким образом это внедрить. И, на самом деле, вот эти шаги вы можете применять абсолютно к любой методологии. Потому что change management, официально, кстати, change management стал как профессией наукой 2014 года, это отдельное направление. И чтобы вы не хотели поменяться, вам надо приведиться на джирую «давайте жить по ссылку», вам все равно нужно сделать определенное количество шагов, работать с сопротивлениями, агитировать за это все и так далее и тому подобное. Начнем сначала. Зачем? Ведь, в принципе, мир достаточно разнообразен, есть много разных преймерков. И как это все делать? Если мы посмотрим ответ самого скейт-джелл преймерка, на кейс-стадис, то вам скажут, что приблизительно ваша жизнь после перехода на сейф станет на 100% лучше. Если говорить по практике, от того, что я вижу, от того, что наши клиенты получают результат, укладка тайн-команта действительно уменьшается. Допустим, у одного из наших клиентов – это продуктовая компания, которая делает решения воплауды, цельная программа, которая нормализирует, что у вас есть сервера, соответственно, вы можете свои косты оптимизировать за счет этого. При только начинании трансформации с функциональных команд на кросс-функциональных, то есть даже первый уровень сейфа, который вышел, уже на третьей команде из пяти у нас тайм-то-маркет уменьшился в два раза. То есть с 45 дней до 22. Это тот реальный кейс, который там уберется. Что еще точно будет? Это очень важный момент. Продуктивность. И engagement – это вовлеченность людей, вовлеченность команд. С моей точки зрения, это взаимосвязанные показатели, потому что цель дает вот эту возможность вместе всем собраться, прокоммуницировать на всех уровнях, от сей-левел до виду-менеджмента до команд, спустить вниз, переварить, посмотреть, что лазит, что не лазит, и поднять наверх. Ребят, извините, из ваших десяти миллионов фич лазит только три, и берите любые. Соответственно, за счет этого у нас есть еще и такое понятие, как commitment – мы берем на себя как командное обязательство сделать вот этот объем работы. Поэтому, конечно же, у нас есть вот простая вовлеченность людей в то, что мы делаем, и продуктивность. И мне кажется, это тоже еще одна из причин, почему очень сильно так сейчас вот компании, у которых разработка на аутсорсинге, смотрят все-таки в сторону сейфа. Потому что очень хочется, чтобы не просто там обезьянки сидели и делали, а все-таки была какая-то большая осознанность, больше влияние на тот процесс, который есть. Скажем немножко про маркетинг, за счет чего жизнь с сейфом станет лучше. Если вам нужны реальные клиенты того же сейфа, вот краткое их содержание. То есть вы можете найти логотипы известных компаний достаточно больших. Все, я думаю, знают про хитбит, и так далее. Сиса тоже очень огромная компания. Интересного из такого, это собственно часть, по поводу города, то есть государства. В Америке где-то за последний, наверное, год, то есть перед тем, как они выпустили версию 4.6, очень сильно пошли в госструктуры какие-то. И они тоже могут работать по сейфу, потому что фреймворк сам по себе универсальный. Вот вы увидите, какие уже министерты, там вы тоже спокойно узнаете логотипы. Давайте же посмотрим. То есть это была рекламная часть, любой фреймворк будет себя пиарить. Если вы зайдете там на Less, на Dat, на Nexus, вероятнее всего вы увидите такие же красивые картинки. Попробуем собрать с вами более-менее объективную статистику, что происходит в мире. Давайте с помощью сил version one, тоже достаточно известная компания, которая делает свою трекинговую систему по задачам, и они собирают State of Agile, такой достаточно известный отчет. Думаю, многие из вас с ним знакомы. Это самая последняя версия. В чем суть отчета? Целый год компании опрашивают, а какую методологию вы используете, как вы вообще себя чувствуете и так далее, с точки зрения agile методологии. После этого анализируют где-то квартал и в следующем году выпускают отчет. То есть вот 12-й это самый последний, 13-й еще пока не вышел. Приблизительная география. В каких странах они опорашивали проекты? Размер. То есть вот вы видите, что где-то 39% это до тысячи людей, ну не сильно большие. И какая часть софтверного направления в этих компаниях? То есть вы тоже видите, что вот большинство это от 100 до 1000 человек работают именно над софтверной частью. Америка 55%, 30% Европа. И вот те результаты, которые они получили. Та-да-та-да. Кто у нас на первом месте? Конечно же, Scale to Gile Framework. На втором Scrum of Scrums. Опять же таки, если у вас стоит вопрос, нужен вам сейв или нет, первое, на что советую посмотреть, это размер. Если у вас 20 человек, у вас 3 команды, ребят, ну простым Scrum of Scrums в принципе ограничитесь. Вот как совещание, да, которое будет. На третьем месте мы с вами что-то делаем. У нас вот своя какая-то разработка, мы куда-то идем. Ну хорошо, вот у этой компании свое видение. Давайте посмотрим на альтернативное исследование похожего тоже рода, компания C Prime. Это очень известная консалтинговая компания в мире, которая проводит плюс-минус похожие исследования. Делаем ставки. Что на первом месте? В принципе очевидно, да? Save. Spotify. Извини, какое-то шестое. То есть даже не первое. Что здесь у нас происходит? Тоже сейв на первом месте. На втором тот же Scrum of Scrums. На третье вот что-то свое. То есть в принципе тенденция прослеживается. Ну пускай будем считать, что там у Version 1 свои какие-то амбиции на тему сейфа. Они его тоже активно продвигают. C Prime вообще там в партнерах. И говорят, что Scale to Gel фреймворк – это лучший инструмент. Пускай они там как-то немного заинтересованы. Посмотрим вообще нейтральную статистику. Привет Scrum.org. То есть если знаете, это компания, которая, собственно, продвигает Nexus. У них есть свой фреймворк и они в этом заинтересованы. Теперь делаем ставку. Что на первом месте? Ну, по-моему, девять между двоями. Ну, то-бто, Nexus не совсем перший, а лэмайжу. Да? Нужно отдать должное. Они очень честные. Спасибо им большое за это. Ну да, здесь Nexus на втором месте. Ну, то есть они как говорят, что практически половина вообще ничего не использует. Вот делают что-то абсолютно свое. Еще половина уже как бы решили не изобретать велосипед. Понять, что проблемы типичны по масштабируемости. И их давным-давно решали. И, соответственно, здесь есть уже какие-то фреймворки. Мы видим, что на первом месте сейв, на втором, конечно же, Nexus. Здесь еще делаете скидку на то, что когда компания проводит какое-то исследование, конечно же, к кому они идут? К своим клиентам. Если скроморд подвигает Nexus, то мои клиенты используют, конечно же, Nexus. Но если аналогично вы в version 1 посмотрите, какая самая используемая туза, инструмент для проектного менеджмента. В репорте version 1 Jira, а какая рекомендуемая? Конечно, version 1. Ну, потому что это их отчет. То есть здесь может быть аналогично немножко игра. К чему я это все веду? Вот это вот мировые тенденции, которые наблюдаются. Они же прослеживаются в Украине. То есть если сравнивать тех ребят, которые приходили к нам на тренинги по сейфу в 2016 году, и которые приходят сейчас, то уже больше идет... Ну, вот последний раз, когда я замеряла, кто по какой причине пришел, то где-то порядка 50-40% пришли по причине, нас заказчик требует. То есть нам заказчик сказал, что они работают по сейфу, мы должны адаптироваться. Продуктовые компании аналогично. Мы посмотрели, в наших реалиях сейф это самое оно, вот мы можем с ним идти. Дальше уже начинается тюнинг, адаптация под то, что нужно. Хорошо. Мы определились. Да, вот такая вам тоже статистика для того, чтобы понимать, что сейф – толковая вещь, с которой можно идти. Когда? В какой момент, собственно, внедрять? Ну, буддисты говорят, что есть два пути. Вы уже знаете эту поговорку. Путь познания и путь страдания. В бизнесе точно так же. Я была очень удивлена, когда увидела в официальной презентации сейфа вот два момента, в которых компания может захотеть меняться. Первый этап – подстрадание. У вас все плохо. Вы, правда, будьте здоровы. У вас такая горящая платформа, и уже дальше, без этого, без изменений вы двигаться не можете. Вот здесь, конечно же, коммитменты от всех будут максимальные, потому что все понимают, что мы в большой трабле. Нужно как-то из этого выруливать. И у таких вот, скажем так, компаний, проектов есть своя специфика. То есть, с одной стороны, да, мы хотим, да, это все на порядок интенсивнее, быстрее и так далее. Но, с другой стороны, времени здесь, ну, уже мало, потому что очень много чего упущено. Соответственно, вот может быть первый такой кейс. Второй кейс – путь познания. Это какой-то лидершип. То есть, обычно это middle management, PM или PMO, которые так собрались, говорят, ну, вроде бы пока еще не сильно горит, но мы чувствуем, что свято наблажается. Давайте каким-то образом будем вот быть проактивными и сделаем что-то к лучшему. Такие клиенты тоже приходят. Здесь есть какие нюансы? Поскольку не горит по времени, инициативность, скорость изменений может быть меньше. Ну, вот, как бы, если вы не заплатили, допустим, за экзамен на PMP, вы его сдавать будете долго и нудно, потому что там готовится или за любое другое такое вещь. То есть, у вас нету дедлайна, соответственно, оно не настолько актуально. Но здесь очень классное вовлечение, потому что люди сами пришли, понимают в этом потребности, соответственно, вот отдача, работа с такими лидершип-командами, оно на порядок быстрее удается все изменить. Узнали плюс-минус свою компанию, да, к какому из двух типов? Или не признаетесь? Ну, давайте так, я не буду просить поднять руку тех, у кого тип один, да, будем толерантными, но если вы себя узнали, то опять же такой повод задуматься, как минимум посмотреть в эту сторону. Хорошо, давайте теперь отвечаем на вопрос «как». То есть, мы поняли, что, мы поняли, в какой момент, теперь очень важно понять, как это все внедрить, при том внедрять грамотно, чтобы не наступить на какие-то грабли. Опять же таки, плюс большой сейф, с моей точки зрения, вот в чем его вики, что практически все задокументировано. Вы на что ни кликаете, везде статья, где вам написано «делай раз, два, три, четыре, пять», а внизу еще списочек литературы, как углубиться в тему, еще несколько лет изучать детали. Так вот, для того, чтобы внедрить сейф, приблизительно вам будет вот такой implementation roadmap. Здесь все достаточно так закручено, интересно, но я хочу вот этот roadmap рассказать немножечко человеческим языком, чтобы было понятно, с чего начинать и куда, собственно, идти, по каким шагам пройтись. Соответственно, вот у вас есть какое-то решение, вы поняли, да, сейф это ваше, вы хотите его внедрить у себя в компании, вы понимаете, что и как, с чего начинать. Первый шаг – это лидершип команда или чейндж агенты, как бы вы их ни называли. Сейф это называет Lean Agile Center of Excellence. Это, собственно, те ребята, которые будут активно все это применять на практике. Как вы думаете, почему очень важно иметь вот такую вот команду? Я его даже вот первым шагом после Go Decision выделила. И очень важно вот эта проактивность. Ну, действительно, вы абсолютно правы, потому что без вот этой вот проактивности, без желания, извините, поменять эту жизнь, мир к лучшему, сделать компанию более эффективной, оно очень быстро все вот закрывается. Аналогично, когда просто приходит сверху топ-менеджмент и говорит, теперь мы живем по сейфу. Ну, точно так же пойдет большое сопротивление. Поэтому поймите, кто у вас это будет делать. Обычно по классике это, ну, PMO, да, там, или PM, скрам-мастера, кто у вас вот в менеджерском направлении или роль хотя бы выполняет. То есть эти ребята впрыгивают и вперед. Подключаются продуктов, наверное, лиды или тех-лиды или QA-лиды и так далее. То есть, скорее, больше, я бы сказала, зависит от человека. То есть человек проактивный, такой давай-давай, вот хорошо сюда подходит, вперед побежали, классно. Если вам интересно грамотно внедрять чейндж-менеджмент, есть несколько, скажем так, глобальных концепций, как к этому подходить. Одна из них достаточно интересная. У Коттера описано, у него есть свои N шагов, как это все сделать. Книжка называется «Leading Change». Почитайте, достаточно интересная мысль на тему, как внедрить изменения, как работать с сопротивлениями, каким образом, вот такая интересная мысль, генерировать quick wins, показывать, что, смотрите, мы на правильном пути, это все не бесполезно. Особенно в марафоне. Внедрение сейфа – это марафон. Потому что если вы скрам внедряете, у вас каждые две недели уже что-то будет. В принципе, прошли спринт, вы там какую-то итерацию сделали, круто. Минимум три. Потому что на первой итерации у вас все идет через странные места, не получается. У нас есть кривая обучения, где мы тратим время на это обучение. Вторая мы плюс-минус поняли, третья уже пошла нормально. Естественно, мы можем хоть как-то проанализировать, наше, не наше. У сейфа аналогично. Есть PI-планирование. Каденция PI минимум два месяца. Естественно, вам нужно минимум полгода для того, чтобы понять, это вообще ваше или не ваше. Вот на третьей PI реально из практики попускает. То есть ты понимаешь, фух, как это все профасилитировать, как оно идет. Вот из практики третий PI, он в разы проще, комфортнее, бесконфликтнее, чем первое. Вот это вот проверим. Хорошо, вы поняли, кто, собственно, вот эти вот руки, которые будут делать. И ребята, грудью на амбразуры, вперед. Второе. Это обучение и это коммитменты от вашего C-левела. И здесь очень такая интересная пастка западня, в том, что эти коммитменты могут быть формальными. То есть вот тоже случай из кейса, когда по факту, да, мы поддерживаем классная идея, вот вам деньги на обучение, вот мы наняли все роли, выделили, вперед побежали, а потом, а давайте вы к нам придете на PI-планинг, ой-ой-ой, у меня графики, у меня тут клиенты, я не успеваю, не успеваю. То есть вот если у вас нет реального коммитмента от executives C-левела, внедриться будет очень проблематично. Особенно то, что касается уровня портфолио, где мы говорим про распределение бюджетов, про то, куда мы инвестируем, какие стратегические темы мы собираемся делать. То есть вот это вот одна из тоже очень таких ключевых вещей. И по статистике, тоже интересные такие цифры, которые я нашла, если у вас нет вот этого executive sponsorship поддержки C-левела, вероятность успеха то ли 50, то ли 60% внедрения. То есть это или выйдет, или нет, что-то из этой серии. Поэтому вот это просто must-have. Хорошо, третий этап. Вы получили все, у вас есть и люди, у вас есть и коммитменты, все классно. Мы обучили наших экзек, показали им, где нужно их вовлечение. Что делаем дальше? Идентифицируем value stream. Value stream – это поток ценностей. У нас есть и operational value stream, вот такой пример, да, когда вы хотите какой-то кредит. Какие шаги нужны для того, чтобы наш клиент получил какую-то свою ценность? Ну, не знаю, там, к примеру, вы даже, ну, вот такие вот какие-то… Вы даже сюда, когда приходили, да, вот у вас была какая-то потребность получить какие-то знания, поделиться каким-то своим опытом, что-то узнать. И вот прошли набор шагов. То есть как-то мы вам показали какую-то рекламу, то ли через Facebook, то ли через Dow, вы зарегистрировались, через Two Events получили эти билеты, потом кому их не хватило, те онлайн получили трансляцию. То есть вот это вот все те шаги, по которым вы получаете свою ценность. Вы потом слышите вот этот материал, который мы даем. Соответственно, вы их для своей компании описываете. И определяете системы, которые поддерживают. То есть где-то у нас система, которая делает регистрацию, выдаёт билеты. Где-то у нас система, которая вас будет привлекать, да, там какой-то целый маркетинговый модуль, где-то ещё что-то. Это процесс идентификации value-стримов. А кто же занимается этим идентификацией? Обычно создаётся то, что называется рабочая группа, но по факту вы берёте нужных людей, в каждой компании они свои. То есть обычно вы берёте кого-то с продукта. Паркетологи или кто? Смотрите по своей компании. То есть где-то это будет там хед-маркетинга, вам не обязательно весь отдел маркетинга, то есть каких-то хедов берёте. Где-то это продакт будет компания, где-то вы можете кого-то ещё привлечь с кастомер-саксесс-тимы. То есть вы... Вот этот стрим, это что вообще такое? Это то, откуда деньги в компанию поступают? Или что это вообще за value-стрим? Это не совсем про деньги, это про ценность, да. То есть есть какая-то компания, она приносит какую-то пользу пользователю. У нас есть какой-то продукт, который мы разрабатываем. Вот как нам определить, какой у него value-стрим? Вот вы вот так вот и описываете, каким образом вы привлекаете своих клиентов. Ваши же клиенты откуда... Мы не привлекаем, мы просто делаем продукт. А как тогда клиенты появляются? Какие-то есть продавцы, которые продадут этот продукт. Вот. Это требовало въеднательно, вне пути. Ну вот да, вот хочется понять просто, как и кто должен этот продукт, объявить или где-то должны сходить. Смотрите, это делается на воркшопе. Участники этого воркшопа обычно под каждую команду отличаются. Почему? Потому что если вы не отвечаете, но вы просто не знаете, каким образом берутся ваши клиенты, то у вас может быть простой девелоперский value-стрим и все. То есть вот ваша задача заканчивается на этом этапе. Если же вы понимаете, у вас есть эта картинка, откуда берутся ваши клиенты, то вы эти шаги описываете. Кто берете там или из маркетинга, или из продакт-команды, или из сейлс-отдела, если это B2B, или у вас отдельный сейлс-отдел есть большой, или из кастомер-сексеса. То есть вы смотрите тех людей, которые в состоянии это описать. И во время воркшопа это выписываете, валидируете. Обычно там начинается куча уточнений, а у нас так, не так и так далее. То есть, ну и конечно же, должен быть какой-то фасилитатор, который это профасилитирует. Это классификация наших кастомеров, да? Да, да. Маленькие клиенты. Просто об этом сетям и есть в бухте. Только у вас с тем, который еще нарисован, это полупоречки у вас с тем. Это то, как идет работать клиент. Вот момента, как клиент организмает, либо уходит, до момента, когда он получает ценность, и платит за это деньги. Ну, как он, по-моему. Каждый у них подарок, то есть так называемый девелоперский стиль. То, о чем вы говорите, это девелоперский стиль, то есть, каким образом меняется квадратик. То есть, как вот идеи что-то изменить, например, в квадратике Extend-Bow-on-Turbs, мы приходим к тому, что на продакшене реально меняется функционал, который меняет квадратик Extend-Bow-on-Turbs. То есть, если представить продуктовый продукт, по разработке продукта, это точно такой же стиль, который идет от идеи, которая приходит в главу продукта, и попадает внутрь изначальный бутлок, до изменения на продакшен. И такой продакшен, и такой Wall-E-Stream, он идет к каждому из продуктов в системе. Ну, вот если здесь, например, разные продукты, или это все одно продукт, или нет, то это, соответственно, ну, правда, играет в первую стриму, как в первую стриму, которая идёт в денежке. Да, спасибо. Смотрите, вот это вот именно Operation Wall-E-Stream, который поддерживает разные системы. И если у вас какой-то продукт, то, вероятнее всего, вы можете делать именно его. В любом случае, смотрите, мы можем отдельно еще там проговорить ваш кейс и так далее, просто на перерыве, чтобы сейчас всех не задерживать. Но по факту это прописывают соответствующие люди из маркетинга, из product-команд, из customer success, то есть те, кто у вас понимает, каким образом ваш клиент проходит вот этот путь, как вы деньги, по большому счету, получите, за счет чего, какие системы нужны на то, чтобы каждый из шагов поддерживать. И в зависимости от этого, вы понимаете, а вот эту вот систему, кто где делает? И вы понимаете, хорошо, вот у вас вот эту систему привлечения по разным каналам, лендинги, не просто там одни люди, а вот несколько ребят, то есть вот там 40 в Америке, 60 в Бангалоре, вот это вот так вот. И вы, соответственно, нарезаете вот этот Art, Agile Release Train, виртуальную команду команд, не потому, кто где сидит, в Украине бабац завернули, в Бангалоре бабац завернули, а потому, кто какую подсистему делает в рамках вот этого вот value stream'а. Сразу спойлер, это очень сложно, ну то есть говорю сразу, это нетривиальная задача. Поэтому даже сейф говорит, что ребят, вы сначала это делаете, пробуйте, потом запускаетесь, а потом пересматривайте, ибо задача нетривиальная, на практике может даже все поменяться. То есть в какой-то момент были случаи, когда люди понимали, оказывается, мы хотели инвестировать в ту систему, которая нам не приносит денег, и лучше бы мы все эти деньги там в маркетинг-систему кинули, и нам бы на порядок, ну лучше было и по прибыли, и по всему остальному. То есть вот на четвертом этапе мы понимаем хорошо из вот этих вот шагов, вот этих вот систем, кто где сидит, и соответственно у нас арты получились, agile release трейны. Можно с такой маленькой ремаркой, в принципе, я розумею, сейф также возникает такой комбинованный value stream, где development и operations задаваются, ну, бы едино. Там, якщо піти в детали, то там начинаются вариации на тему. Может быть, что у вас там всего 50 людей, и у вас там три таких value streamа, завернули всех один. Может быть, что на один value stream у вас будет наоборот три или четыре или десять артов. То есть вариации там возможны. Но мы всегда начинаем от того, а какая ценность для нашего конкретного пользователя. Почему вот это вот так? Потому что в результате вот эти вот системы, распределение их и распределение людей может оказаться нелогичным с тем, что есть у вас сейчас, и нужно его переделывать. Поэтому это очень важно сделать. Ну, и есть специальные воркшопы с презентациями у сейфа, где можно вот это пройти по шагам, то есть углубиться в эти все вещи. Хорошо. Ну, вот даже, к примеру, на сайте можете освещать себе приблизительную адженду на такой вот Safe Implementation Workshop, где прямо по часам расписано, кто когда о чем должен говорить, какие темы пройти, а зачем нам именно сейф, а какие наши value streamы. Мы их сейчас можем сделать, ну, здесь за полтора часа вряд ли. Вот по практике это там минимум полдня на это убиваются. Потом, какие люди нам нужны, нужно ли нам дополнительные сейф роли и так далее. То есть, если не знаете как, заходите на сайт сейфа, вот вам адженда, адаптируйте под себя, вперед побежали. Какие-то, что-то, что-то. Да. Не попал. Вот. Хорошо. После этого, то есть, мы поняли кто, мы взяли commitment, мы определили value streamы, мы определили арты, какие люди, какой системой будут заниматься. Мы сначала там в каком-то третьем PI первый арт делаем, то есть, мы первый раз запускаемся, дальше мы второй будем трейн запускать, дальше там четвертый, десятый и так далее. То есть, вы раскидываете, когда вы что собираетесь делать. Не нравится этот формат, открываете gun chart, то есть, любую систему, которую вы любите, не нравится это, стикерами себе нарисовали, зафоткали, то есть, любой абсолютный инструмент, задача сделать вот этот implementation plan. Хорошо, у вас есть implementation plan, вы понимаете, что, как вы ожидаете. Следующее. Та-да. Готовьтесь к запуску первого арта, к первого PI планирования. То есть, первое PI планирование, сразу предупреждаю, будет немножко messy, таким хаосом, и это нормально. Вот, да, ребята улыбаются, то есть, на ретроспективе после первого PI, там, обычно такое, это был бардак, это было непонятно что, и ты такой, только выдыхаешь, второй будет проще. То есть, это нормально. Несмотря на то, что у вас будут четкие инструкции, вот с вот этим вот таймингом, вы это все пропишите, вы с RTE, сетапаете в Google календаре по 15 минут, все, вот так вот все пойдет. Это нормально, будьте к этому готовы, выдыхаем, и запускаем второй арт. Помним про магическую цифру 3, на третьем попустят, 100%. Соответственно, шестой этап мы планируем, мы готовимся к запуску первого арта. Очень важна работа продуктовой команды. Если вам продуктовики принесли непонятно что на входе, то на выходе будет соответствующий результат, да, то есть продукт-команда должна подготовиться с точки зрения требований. Это достаточно важно. Менеджмент-команда, RTE, релиз-трейн-инженер точно так же должен вот все протрекать с точки зрения фасилитации. Кто в каком митинг-руме сидит, вплоть до того, ну вот, самый типичный фидбэк после PI-планирования, у нас сырые требования, и нам не хватило обедов. Закажите, пожалуйста, обеды. Реально, ну то есть это самый-самый частый фидбэк, то есть такие вещи нужно тоже просчитывать, чтобы у людей было время и возможность работать интенсивно два дня. Сколько длится? PI-планирование? Ну, ART, да, ART. ART – это набор команд. Команда вот живет, пока живет, пока в этом есть необходимость, то есть Never Ending Story. PI, вот эта каденция, да, вот как спринт в скраме, он длится от 4 до 6 итераций, то есть от 2 до 3 месяцев вы выбираете сами длину. Вы как в скраме выбираете от 1 до 4 недель, то есть так же здесь от 4 до 6 спринтов выбираете сами, как вам комфортно. Стоит. Да, да, да. Очень классно, компания вот старая любит переходить на сейф, потому что можно квартально. Ну, типа, наши спринтов запланировали, круто, вот вся финансчетность такая. Правильно я понимаю, что получается в первом PI мы планируем работу одной команды какой-то? Нет, в первом PI мы планируем работу всего ART, всего набора команд. Если у нас 10 команд это разрабатывают, все 10 синхронно планируют. Смотрите, по механике ART и всего остального мы, наверное, в фоллоапе вышли в линке на вебинары, где мы это все детально разбирали. Потому что сейчас много, ну, по механике у нас немножко другая задача, да, как внедрить, а не разобраться вот с основами. Основы потом покроем. Или в перерыве. Да, да, спасибо. То есть это как бы как запуск первой команды по скраму, точно так же здесь первого набора команд, первого ART. Здесь оно. Второе. То есть здесь мы подготавливались, да, мы всех там обучали, готовились морально, ментально и всем остальным. На седьмом мы это запускаем, делаем первое API-планирование. По классике это два дня. Из практики потом, в принципе, может ужиматься. И даже вот компания, где мы это делали за день. И у вас идет поддержка. Потому что что-то пойдет не так. Потом во время экзекьюшена что-то пойдет не так. И вы постоянно поддерживаете, обучаете. Очень важно, пожалуйста, генерируйте Short Time Wins. Показывайте. Смотрите, оно стало лучше. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Работайте с обратной связью. Если это не взлетает, нужно посмотреть. Не забивайте на проблемы, которые вам будут выносить на ретроспективах. Это очень важно. Восьмой. Запустились. Поехали. Первый пробежали до API. Запускаем остальные. То есть, если у вас 500 человек, вы первый ART запустили на 100, вот следующий вперед, вперед, вперед. И, собственно, смотрим, как дальше мы это все масштабируем. Девятый. Идем до уровня портфолио. Смотрите, даже сам сейв сходу рекомендуют запускаться с Essential Safe. То есть, с двух уровней. Уровни команды и уровень программы, где мы говорим про механику, как запланировать, как потом это все сделать. Ответ на вопрос портфолио, бюджеты, какие у нас value stream, что там вот в деталях, как мы будем, куда свитчить людей, это скорее на потом. То есть, когда вы разобрались с первыми двумя уровнями, тогда есть смысл уже идти на там третий, четвертый, если есть по этому необходимости. Сходу, ну, начинайте с маленького, то есть, шаг за шагом. Ну и десятый, да, Kaizen Forever, вы никогда не будете, скажем так, постоянно, постоянно нужно улучшаться, потому что никто не стоит на месте, рынок не стоит на месте, и постоянно появляется что-то новое. Там, тот же сейв появился только в 2011 году, а до этого были другие какие-то фреймворки, да, как-то не было вот таких вот челленджей, не было таких задач. Соответственно, ну, мы в IT очень сильно видим, как вот agile культура, все это масштабируется, те же самые три волны agile, про сам agile, про скрам, про масштабируемость, про бизнес agility, вот оно прямо на наших глазах все и происходит. Поэтому без улучшения, без того, чтобы постоянно что-то подтюнивать, вы не обойдетесь. То есть, это как бы десятый степ, он never ending story, в принципе, но в этом есть свой плюс. Хорошо, это по поводу голопом по Европам шаги, которые вам нужно пройти. Какие у вас будут челленджи, да, вот, что вас ожидает, вероятнее всего, на этом пути, тоже хочется поделиться каким-то своим опытом. Если вы возьмете вот мировой опыт, то что они говорят? Топ-3, скажем так, челленджа, которые будут. Организация, культура в организации противоречит agile value. То есть, какая там открытость, какое все остальное, достаточно все идет проблематично, и не так быстро трансформировать компанию. Тем более, чем она больше, тем больше там каких-то даже субкультур внутри, и это все проблематично. Глобально компания не хочет меняться. Почему? Потому что у любой системы какая цель быть стабильной. Мы тут приходим, говорим, давайте поменяемся. То есть, мы вносим какую-то иррациональность. Конечно, будет сопротивление, это стандартные вещи. Но это скорее то, что может удлинить, или это стоп-факторы? Это то, скажем так, это те вызовы, с которыми вам нужно работать. То есть, из-за вот этого, вот, может даже быть стоп-фактором, если вы его не проработали. Что мешает. Да. То есть, если вы не работаете никак с ними, может все, ну, остановиться, это правда. Если вы это проработали, не вопрос, пойдете дальше, то это просто удлинение. Ну, и вот на третьем месте недостаточная поддержка менеджмента. Вот то, что я говорила про C-Level, вот даже в Вершенбане, это, ну, на третьем месте одна из причин, почему все, как бы, застопорится. Поэтому... Есть такие цели, 2QR, и это как решение для них? Да, но иногда это будет формально. То есть, то, что столкнуется на практике, формально, да-да-да, мы за мир во всем мире, давайте вперед, классная идея. По факту, приедь к нам на PI-планетку, мы тут 2 дня все вместе, 100 человек, вы что, бюджеты не видели, да, на это все мероприятие и так далее. Ну, то есть, начинаются какие-то стоп-факторы идти, от того, что человек просто не хочет впрыгивать в это все. А проблема именно в том, чтобы собрать всех людей, да? Нет, нет, проблема может быть в очень разном. То есть, вот это luck of sponsorship может быть очень разными кейсами. Может быть, что человек не хочет в это вовлекаться, он уровня C-Level, компания небольшая, на 100 человек. Соответственно, что видят команды, это никому не нужно. Если наш великий CTO, CEO, CEO, кто-то еще не приехал, как бы мы делаем для себя и все начинают спрыгивать, спрыгивать, спрыгивать. Нету вот этого вот authority, да, полномочий немножко это сделать. То есть, кейсы бывают очень разные. Есть. Ну, вот я скорее хотела вам показать, что обычно в мире стопорит внедрение и, если честно, ну, не только сейфа. Чтобы другое вы глобально не внедряли, у вас будет плюс-минус та же картина. Ну, вот по чейндж-менеджменту так точно. Что вам поможет? Вот реально. Хотя бы один человек вашей компании должен понимать, что вы собрались внедрять. То есть, разберитесь, пожалуйста, что такое сейф, если вы хотите его внедрить. Я вас очень прошу. То есть, ну, что здесь выделяют ребята? Или внутренние какие-то коучи, то есть, наймите этого человека. Или внешние. То есть, неважно, но кто-то должен вас коучить, помогать, как это все нужно сделать, отвечать на какие-то вопросы. Очень часто у нас много операционки. Мы вот как белка к колесе, бежим, 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 а человек, который коуч, он сбоку немножко подходит и говорит, смотри, я тебе не кажется, у нас метрики поплыли? Блин, да у меня продакшн, там так далее, там подобное. Нет, так не нужно. То есть, вот по статистике, люди, которые могут вам помочь знаниями, обучить вас, будь то внутренние, будь то внешние, неважно, они на порядок ускоряют и делают процесс лучше. Целостность в практиках. То есть, если уже выбрали одно, то пожалуйста, как бы, ну все компании, там вы идете по сейфу, они здесь половина работает вот так, вторая вот так, а третья еще как-то. Или там кто-то ведет проекты в джире, кто-то в трелло, кто-то еще в экселинке. Ну тоже какая-то классика. То есть, у вас должна быть определенная целостность в этом всем. Ну и соответственно, вот эти вот все общие вещи должны быть в рамках всей компании, по всем командам. И executive sponsorship. То есть, если его нету, на третьем месте причина провала. Если он есть, на пятом месте причина успеха. То есть, это еще раз показывает, насколько это важно. То есть, без него никак. Ну и напоследок, это там, наверное, наша E5 интерпретация, вот этой вот implementation roadmap, на что обратить внимание. То есть, по большому счету, вот мы с вами вот эту roadmap очень быстро, за 10 шагов пробежали. Плюс-минус, да, то есть, на каком этапе, что делается. Что бы я вам хотела сказать? Вот до того, до того, как GoSafe специально здесь оставляла большое место. Поймите, что такое сейв. То есть, есть очень много открытых источников, есть там статьи на доу, вебинары и так далее, на английском, на русском, на тот язык, который вам поможет. Если хотите, у нас есть специальные тренинги, то есть, вот ближайшие, которые мы делаем, где для скрам-мастеров, продуктовноров, и глобально, Leading Safe, это общий overview, такой по сейву, мы в деталях рассказываем, что это такое. Два дня очень глубокого погружения, что, где и как. Второй этап, да, то есть, вы поняли, что такое сейв. Вы готовитесь к запуску первого своего арта, вот первой какой-то вещи. И если оно не взлетает, проведите, пожалуйста, аудит. Что вообще запускается, так или не так? Если хотите, вот есть у сейфа чек-листы, там можете мне написать отдельно, я их вышлю, можно их, не уверена, что можно скачать на сайте сейфа, но точно они есть в свободном доступе. То есть, такие небольшие white paper, где вы отвечаете на вопросы, и вы смотрите, а у вас окей или не окей с этой area? То есть, вот вы начали, да, оно как-то запустилось, оно взлетает или нет? То есть, простой аудит. Если, там, сами не хотите этого заниматься, можете прийти к нам, мы с этим поможем. То есть, ну аудит, он обязательно, когда вы запустились, и что-то не взлетает, понять, а что именно, а где и как. Ну и на третьем, да, когда вы запустились, оно вообще все летит в тартарары, это, наверное, время приглашать эксперта. Вы можете его себе нанять, там, кто-то, кто уже это внедрял, можете пригласить и так далее. Но вот здесь вот нужно разбираться в деталях. Почему оно не взлетает? Ибо очень большая вероятность, что оно не взлетит, все на это вот забьют, потом кто виноват? Ну, конечно же, праймворк. И это точно то же, что работает скрам, у меня были команды, тоже вот говорят, давайте работать там по скраму. У меня такая Delivery Manager Клеона говорит, Алёна, ты не должна говорить слово agile при нашем Android-лиде. Он туда в Лондоне сидел, я говорю, почему? Ну, у него там, типа, плохой опыт, говори все, что угодно, кроме того, что мы работаем по скраму, мы работать можем почему угодно, но мы втихаря это делали. То есть, вот здесь вот очень важно, если что-то не взлетает, пригласите кого-то с экспертным каким-то опытом, который вам поможет. На этом у меня все. Я почти уложилась время с задержкой на этот кофе-брейк.